Вот вроде считаешь, Call of Duty скатилась в говно, да? Но в любом случае хочется поиграть в Modern Warfare, первые ремастеры, да? Вроде всё хорошо, выйдет ремастер от одной из самых лучших Call of Duty на свете. Самый лучший, конечно. Вот. Но только когда посмотришь на цену... НЕЙ! НЕЙ! ФИТА! Цена вроде огромная, правда? Но я должен был сделать это оповещение где-то 5 дней назад. Где-то 5 дней назад. Потому что я подписан на каналы по Call of Duty. Однако только единственный пока ютубер по Call of Duty выкладывает видео именно по ней, а не снимает себя как какой-нибудь аллеи, например, Грин Гоблин. Он выложил видео про то, что его друг, работающий в прессе Call of Duty, сказал то, что Call of Duty 4 Modern Warfare Remastered... Ладно, назовём её Call of Duty Modern Warfare Remastered 1 MV1 будет продаваться без Infinite Warfare. Ура! Наверное. Но только теперь вопрос возникает в другом. Сколько будет стоить отдельно Modern Warfare 1? Потому что Infinite стоит 2 тысячи. На одном из сайтов, я знаю, он стоит 1700. С MV1 оно стоит 2800. На сайте, на котором я буду брать, он стоит 2200. Remastered. И Infinite Warfare. Я не знаю, сколько будет стоить MV1. Однако хочется заметить то, что может быть серия Call of Duty выйдет с огромного минуса, потому что Advanced Warfare не всем понравился, Black Ops 3 тоже не всем понравился. Но Infinite Warfare тогда никто и брать не будет, когда выпустят Modern Warfare 1. В чём суть? Если вы берёте Infinite Warfare и Modern Warfare 1, то есть Digital Legacy, вам дают, соответственно, MV1 сразу же, в день выхода, как и Infinite. Но дело в чём? Соответственно, вы сразу получаете доступ. Однако, если вы берёте MV1 отдельно, когда она выйдет, вы получите не все карты для мультиплеера. Временно будут доступны только некоторые карты. Это информация с источника Green Goblin. То есть, допустим, сколько карт было в MV1? Ну, допустим, 16. То есть, беру обычную Call of Duty, допустим, 16 карт. Вы получаете 6 карт. Условно. Условно 6 карт. Ну, вот примерно так и будет. То есть, цена будет на Modern Warfare 1, наверное, меньше. Не знаю, может, 1000 рублей. Наверное, для тех, у кого есть Modern Warfare обычная, сделают какую-то скидку, я думаю. Но, хотя, это же Activision. Ничего они не сделают, конечно же. Вот. Ну и, соответственно, вот сколько она стоит в Steam? 900. Ну, может быть, она будет стоить полторы. Поэтому вопрос тогда возникает. Стоит ли вообще брать ремастер? Да, конечно же, стоит. Я думаю, ее сделают нормальную. Я надеюсь, что ее сделают нормальную. Но, когда выйдет MV1 отдельно от Infinita, еще неизвестно. То есть, как только я нарою информацию по поводу MV1, когда она выйдет, и когда ее можно будет купить, и за какую цену, и опять же сделаю объявление. И не запоздаю дней на 5. Так что, пока что в России единственный канал, на котором вы можете об этом узнать, это мой канал. Если, соответственно, вас интересует какая-то новость, вы сможете подписаться на Грин Гоблина. Но здесь, соответственно, вы знаете только английский язык. Так что, ура! Не придется покупать эту хуйню под названием Infinit. Спасибо. Это здорово, конечно. Ну, как-то так. Спасибо. Спасибо.